Друзья, всем привет! Продолжается ремонт на кухне и сегодня я вам дам несколько советов относительно того, как нужно делать ремонт на кухне и как сделать так, чтобы не допустить ошибки, которые не стоит допускать во время ремонта. Поехали! Так, продолжаю ремонт на кухне в частном доме. Отштукатурил стены, выровнял их, сделал все углы 90 градусов, тут у меня их два. Теперь, после того, как у нас выровнены стены, выровнен пол, то есть у меня все уже подготовлено под укладку плитки, ну и еще тут остается подготовить под фартук, но перед этим мне нужно будет установить под розетники, то есть прострабить провода, установить стаканчики и после уже того, как я сделаю вот эту электропроводку, я перейду к укладке плитки на фартук. Плитка уже заказана, она под заказ, нужно будет для того, чтобы сделать эту работу, где-то 26 плиток. Я сделал такой вывод, исходя вот из этого рисунка, который сделал проектировщик мебели, вот здесь вот в желтом отмечено, сколько количества плиток мне нужно будет для того, чтобы уложить на этот фартук. Вот он весь проект кухонного гарнитура, а вот у меня тут проект розеток, которые должны находиться на кухонном гарнитуре, также на фартуке. Ну, тут есть небольшие изменения от прошлого раза, в общем, добавили одну розетку сюда и добавили пару розеток вот сюда. Ну, это уже заказчик сам пожелал добавить и немножко изменить количество розеток, которые должны находиться на кухонном гарнитуре. Ну, также еще вот на этой стене тоже должно быть пару розеток с этой стороны, пару розеток с этой стороны, но это уже будет потом обсуждаться по ходу, на какую высоту поднимать и куда, в общем, их смещать относительно комнаты. Ну, в этом углу планируется установить холодильник, поэтому в этом месте будет нужна розетка обязательно и после этого уже мы где-то туда выведем. Также вот здесь вот лежат телевизионные кабеля, но также еще какие-то кабеля, непонятно для чего они здесь нужны были. Это делали мастера, которые работали здесь до меня. Для чего они здесь, эти провода нужны, но пока они вот в таком состоянии здесь висят. Не знаю, что с ними сделаем позже, но вот эту кирпичную кладку тоже нужно будет как-то облагородить. Я думаю, вот этой же напольной плиткой я это и сделаю. Ну, посмотрим, куда денем эти кабеля, которые вот сейчас проходят вдоль этой стенки. С бревнами, естественно, ничего мы делать не будем, они так у нас останутся. Сделал вот такое вот примыкание, то есть вот налепил малярный скотч и вот так вот повторил с помощью штукатурки, шпателя, вот такой вот контур каждого бревна в отдельности. Продолжение следует... Тянусь, потом еще шпаклевочкой подровнять и будет все супер. Так, ну, как я уже говорил, я вот эти все кабеля закинул наверх, пока они мне не нужны. Сейчас я начну штробить, делать, устанавливать стаканчики и уже потом буду использовать данные кабеля. Так, вон там вот есть такой вот небольшой выход, это вот вентиляция. Теперь мне нужно сделать что? Теперь мне нужно вот вывести куда-то вот в этот вот район, проштробить также вдоль по стене и вытащить вот где-то вот прямо в кухонном гарнитуре выход вентиляционного канала. Почему я это буду делать? Чтобы не пускать вентиляционный канал по наружке и не городить там дополнительные какие-то короба из гипсокартона, либо не оставлять этот вентиляционный канал снаружи. Ну, то есть, чтобы его скрыть, сейчас я его заштроблю. Тем более, пока есть такая возможность, тут у меня еще идет ремонт. И поэтому всем, кто делает ремонт, если есть такая возможность спрятать этот вент-канал, то лучше спрячьте. Не надо городить там дополнительные конструкции, усложнять себе работу. Ну, вы видите, просто в кухонной гарнитуре это будет гораздо проще и выглядеть будет куда эстетичнее, нежели вот этот вот вентиляционный канал, который будет идти по наружке. Нужно обязательно заранее знать, какая будет подсветка под кухонным гарнитуром. Нужно было бы вывести провод, который будет соответствовать, если будет эта светодиодная лента, то вам нужно будет вывести такой провод, который будет идти от трансформатора или от блока питания. Ну, если будет просто люминцентная лапа, либо какое-то другое освещение, то можно просто вывести 220, уже не устанавливая дополнительные трансформаторы для того, чтобы перевести с 220 на 12 вольт. Поэтому заранее нужно где-то обговорить момент с заказчиком для того, чтобы вывести нужный провод нужного сечения. Так, вот здесь вот у меня вот в этом районе только будет подсветка. Это будет где-то вот здесь, то есть вот в этот угол мне нужно вывести провод. С заказчиком этот момент мы еще не обсуждали, но сейчас скоро обсудим. Так, вот в этом месте будет стоять выключатель, который будет включать подсветку под кухонным гарнитуром и также будет включать свет, который будет находиться на потолке. Пока тоже неизвестно, сколько зон будет освещения здесь Этот момент тоже обсудим Так, и вот эти трубы тоже нужно переделать, сделать Вывести два соска со стены для того, чтобы потом можно было подключить туда раковину И посудомоечную машину, которая будет стоять рядом с раковиной Ну и в этом будет канализация, все будет подключаться Так, ну что ж, вроде пока все Так, ну и надеюсь я доходчиво объяснил То есть вам дал советы, которые нужно учитывать в момент, когда вы делаете ремонт на кухне Обязательно розетки, обязательно подсветка, обязательно вентиляция Ну и также про трубы не забудьте, что их нужно вывести в тот место, где это необходимо А не там, где они будут не видны Так, ну и также выключатели, которые будут включать подсветку Под кухонным гарнитуром и на потолке, где будет зона освещения Так, ну и также, если у вас будет дополнительная какая-то техника, которой нужна будет Розетка тоже, об этом не забывайте Учитывайте и тоже выводите сразу в то место, где это надо Так, вот установил я уровень Штангу для уровня Сейчас я буду выводить Высоту кухонного гарнитура Высоту розеток, которые будут находиться на фартуке Также центр Ну в общем все розетки, которые нужно будет установить Сейчас я устанавливаю по уровню И также все штробы, которые должны будут быть сделаны Но и тоже все сделаю по уровню Чтобы будущим, следующим мастер мог точно определить направление и расположение всех проводов в штробах Так хуже нету, чем за кем-то что-то доделать, либо переделывать Вот эти провода, которые я вытащил из штробы, чтобы они мне не мешали, когда я замазывал, штукатурил стены И теперь мне нужно подключить эти провода, то есть подсоединить к ним уже свежую новую проводку Пошел к щитку и начал, в общем, отключать автоматы, потому что ни один из автоматов не подписан И получается, что вот на этот провод идет отдельный автомат Потому что сигнал, то что здесь есть, напряжения нету А вот на этом проводе уже есть сигнал, то есть здесь есть напряжение Также сигнал есть здесь Здесь тоже есть напряжение Вот и вот в этом конце И в этом конце тоже оно есть Вот сейчас придется каждый по одному автомату отключать Для того, чтобы определить, какой автомат отвечает за какой провод Установил подрезетники Протянул провода в штробе Так, здесь вот оставил кусок кабеля для того, чтобы поставить потом накладную розетку Она будет устанавливаться для посудомоечной машины Местоположение пока этой розетки неизвестно, поэтому вот так вот кабель оставил Но тут все равно будет накладная розетка, так что это не суть важно Здесь у меня пуджек варочной панели Здесь у меня духовка Здесь у меня рабочая панель Здесь также рабочая панель Здесь у меня микроволновка Так, телевизионные кабеля я вывел Проштробил новую штробу По потолку, в общем, пропустил И вот в этом районе я вывел телевизионный кабель Также две розетки под телевизор и приставку Здесь у меня три розетки на рабочей панели И один стаканчик под выключатель Так, будет две зоны освещения Одна будет на потолке И другая будет подсветкой под кухонным гарнитуром Для этого вот здесь вот я вывел кабель Этот кабель будет лежать на кухонном гарнитуре И во время монтажа кухонного гарнитура Монтажники уже там выведут либо провод Либо поставят трансформатор И далее пойдут уже проводом на светодиодку Либо просто уже подключат кабель И уже поставят лампу на 220 Также провел вентканал Вот в этом месте у меня будет находиться вытяжка Заштропил трубу И она у меня останется под стеной Вывел питание для вытяжки И тоже она будет лежать на кухонном гарнитуре И там с помощью вилки просто через розетку соединится это все Так, сейчас я конечно сфотографирую всю эту схему Все эти провода Для того, чтобы в будущем заказчик В случае необходимости мог просто посмотреть это видео И определить, где находится какой кабель И вот специально, обратите внимание, я спустился с одной стороны И уже все остальные провода у меня проходят горизонтально полу То есть уже спокойно, когда будут вешать шкафы, могут не переживать за то, что в каком-нибудь месте они могут пробить провод Потому что все провода в зоне, в том месте, где должны будут засверливаться шкафчики, отсутствуют Здесь я вот уже сделал разметки Вот они разметки Ширина шкафчика 440 Отметка Далее у меня идет 450 шкафчик Опять отметка И далее идет шкафчик 800 Также вот здесь вот отметка И здесь вот ваша панель 9 сантиметров Так, ну это все уже было оговорено с заказчиком И с проектировщиком кухонного гарнитура Так что все нюансы мы учли заранее Для того, чтобы потом, впоследствии нам не вылез никакой непредвиденный случай Что ж, на этом пока все Чуть позже, когда буду делать укладку фартука Я еще раз сделаю обзор, сделаю еще видео И там еще несколько советов относительно того Как нужно делать укладку фартука И что при этом нужно соблюдать На этом у меня пока все Субтитры сделал DimaTorzok